Шоу должно продолжаться. Работаем, мужики! Всем привет! Это новое шоу ЦСКА Баскет ТВ. Армейцы молодцы! И самое время вам представить действующих героев. Номер один это мистер Саймон! Спасибо большое, Макс! Всем привет! И сегодня мой соведущий Макс Десюк. Саймон, наверное, главный вопрос, насколько ты готов к этой роли? Я знаю, что у тебя уже был телевизионный опыт или киношный, как-то правильно сказать. Вот сейчас оказаться в студии, здесь и пообщаться с народом как-то. Нет, я всегда рад пообщаться, но, конечно, я буду стараться. Наверное, многие знают про мой альтер-эго, про Антона Семенова. Это он снимался в двух сериях друзей Тудиса, потому что Семен, который играет в баскетбол, и другой Антон, который снимается во всех таких передачах. А скажите мне, ребята, какие у вас сейчас творческие планы? У нас здесь план только один. Это ЦСКА. Здесь нужно быть лучшим. Так было до нас, так сейчас, и так будет всегда. И вот где тебе комфортнее все-таки? На баскетбольной площадке или быть Антоном Семеновым? Нет, на баскетбольной площадке, конечно. На самом деле меня со школьных пор путают и называют Антон Семенов, так что я уже привык. Это еще пошло с пятого или шестого класса. Я шел первый в журнале, и всегда учителя почему-то называли что Антон Семенов. Многим интересно сейчас, когда мы играем в некоторые игры, точнее команда ЦСКА, как и другие команды, играют без зрителей. Теперь слышно, что говорит тренер. Но раньше это все оставалось за кадром, потому что зрители кричат, судьи там что-то могут обсуждать, играет музыка и так далее. Мы подготовили специальную рубрику, называется «Тишина в библиотеке». Твоя задача – посмотреть и попробовать угадать, что же все-таки говорит главный тренер. Это прошлогодняя «Барселона», и нам нужно играть, что это мы не эгоистичные игроки, и нам нужно играть все вместе, двигать мяч, и я знаю ответ на этот вопрос. Тренер сказал игроку, чтобы он не боялся и продолжал бросать, потому что сомнения во время игры – это худшее, что может быть. То есть, если ты промазал первый, второй, третий бросок, ты начинаешь потом сомневаться, и тут тренер сказал своему игроку, чтобы он не перестал бросать. Ну вот у тебя такое было, что ты бросил раз, два, три и продолжаешь бросать? Иногда такое бывает, конечно, во время игры, что ты уже думаешь, может быть, сегодня не твой день, но во многих командах тренер говорит, что если ты промажешь 10-0, это моя проблема, почему я не научу тебя брать. Тебя не посадили. Хорошо, молодец сейчас. Вот, нет, на самом деле это нормальная практика, да, и нет ничего хуже сомнения, потому что соперник начинает чувствовать этот какой-то момент. А ты бросал хоть раз только за игру? Да, конечно. Семь раз бросал за игру. Семь? Семь раз? Ты лёд потом привязывал, нет, у тебя не уставала рука потом. Семь раз? Я видел, как-то на разминке бросал пару раз, брат. Ты видел, когда я забивал с центра поля? Я не знаю, ты там рассказывал, что ты с Вадимом Панином учился, там где-то… А понести ты в родение? Кошмар, это кошмар. Согласен. Я не верю. Согласен, он был далеко не лучшим игроком. Ну, тренер нарисовал явно комбинацию, которую он хочет, чтобы мы сыграли, и как мы её исполнили. Мне кажется, после этого тайм-аута она как раз комбинация прошла, и мы забили. А что будет, если ты вне комбинации? Ну, то есть комбинацию построили, что ты должен делать, а ты забылся на площадке? Ну, я думаю, да, случалось, но не со мной. С другими игроками случалось, да, я как бы стараюсь внимательным быть во время тайм-аута. Ну, потому что нет ничего легче, чем запомнить то, что тебе только что нарисовали, и выйти и забыть через 5 секунд на это. А ты сможешь тоже мне нарисовать сегодня пару комбинаций? Да, но после эфира. После эфира? И потом проверим, запомнишь ты или нет. Саймон, расскажи, насколько сильно сейчас поменялась атмосфера в зале, когда вы играете в баскетбол, когда ты реально можешь услышать, о чем говорит наставник другой команды своим игрокам? Что ты можешь подслушать? Ну, во-первых, наш тренерский штаб доделает такую хорошую работу, что мы знаем основные комбинации, которые играет соперник. То есть, если они показывают там рога такие, да, крутящиеся, то мы, например, знаем, что это похоже на какую-то нашу комбинацию. И, конечно, когда ты играешь сейчас без зрителей, когда очень тихо, то есть бывает, что игроки называют комбинацией голосом. То есть, когда ты играешь при полных трибунах, ты просто не можешь услышать, что они играют два вниз или два в сторону. А тут как бы все понятно, и это облегчает, наверное, действие в защите. Но, с другой стороны, играть без болельщика не очень хорошо и не очень приятно. Это больше похоже, наверное, на предсезонные товарищеские матчи. Но это как-то, да, корпоратив вести без зрителей. А вот обидно, когда тренер команды соперника говорит, Саймона не держите, держите остальных игроков. Такое никто не говорит, когда такого не может быть. Ты у кого-то слышал такое? Ну, смотри, раньше можно было дать эмоции на скамейках, порать что-то, может быть, даже матерное. Сейчас же это сделать невозможно. Приходит ли себя как-то сдерживать? Ну, ты просто нужно фильтровать базар, так сказать. Ну, есть такая история, что сейчас все фильтруют. Раньше не было такого. Ну, как бы все равно и судья может услышать, и в принципе, но все равно проскакивает. Ну, вот что у тебя сейчас? Какие слова ты мог сказать тогда? Ну, мы же в Европе играем, так что я там в основном русский использую. Русский красивый. Русский красивый, да, запрещенные слова. Как Сергей Шнур. Но он сейчас уже больше такой, наверное. Деликатный. Да, а вот, наверное, но у него очень сильный был. А ты часто используешь? Никогда. А за рулем? Никогда. Врешь? Никогда. Я только поставил дворник себе изнутри машины. Зачем? Я не хотел, правда, об этом говорить, но это потому, что когда я плююсь активно, они срабатывают, и снова видно дорогу. Нет, я тебе не поверю, пока не увижу. Серьезно? Сейчас поверишь, потому что у нас на очереди рубрика, которая так и называется. Правда? Или? Ложь. Смотри. Итак, ну сейчас мы будем друг другу задавать вопросы, и задача ответить. Правда это или ложь? И кто начнет, я предлагаю выяснить через Комано Маргано Чичико. У вас так в городе сделали? Нет, у нас ЦУЕФА. А ЦУЕФА. Или раз, два, три, чтобы быстрее. Комано Маргано. Я же на севере вырос, у нас холодно. Пока ты свою земля нанесу прочитаешь. ЧИ-ЧИ-КО. ЧИ-ЧИ-КО. Молодец. Начинаем. Как обычно проговаривались. Итак, поехали. В Нидерландах поезд метро чуть не упал с 10 метровой высоты, но его спас гигантский кит. Как ты думаешь, правда это или нет? Да, это правда. Откуда ты знаешь? Ну, просто там же... Я в каком городе просто слышал? В Вратадам? Да. В Вратадам. Там же много китов. Я слышал такую версию. И да. Да, это правда. На самом деле, 2 ноября поезд выехал за пределы платформы, расположенной на высоте 10 метров. И когда он начал падать, там стояло архитектурное сооружение в виде кита, и, соответственно, поезд на нем и задержался. И поэтому все остались живы и здоровы. Молодец. 1-0 ты ведешь. Сейчас я задаю вопрос? Да, попробуй. Ну, это на 30 минут. Я так книги читаю, братцы. Я вижу, что много книг читаю, а я на самом деле... Видимо, много тебя братья. Не можете вспомнить название заевшей в голове песни? Просто напойте или насвистите ее в телефон. В нейросети Google сами все отыщут. Как ты думаешь, правда это или ложь? Ложь. Почему? Ну, потому что как я могу так насвистеть песню, если у меня нет музыкального слуха? Ну, а Лев Валерьяныч? Лев Валерьяныч? Ну, можешь, попробуй. Расштаемся, друзья. У тебя вот... Тебе надо что-то... Надо. Тебе надо походить, брат. Да. Ну и зря, Макс, ты не поверил в эту новость, потому что она правдива. Компания Google добавила в свой поисковик новую функцию. Чтобы узнать название застрявшей в голове композиции, достаточно просто насвистеть или напеть ее мотив. Нейросети проанализируют запрос и подберут подходящий трек. Ну, ты представляешь, если я в машине стекло заплевываю, то что будет с мобильным телефоном? Это будет кошмар. Это будет кошмар, да. Конечно, куда там. Ла, на 2.0 сейчас становится. Это я в пользу. В Италии родился щенок с зеленой шерстью. Его назвали фисташкой. Фисташкой? Фисташкой, но же зеленой. Можно было Халк или Шрек. Можно назвать фисташкой. Это правда или нет? А где родился? В Сардинии. Я думаю, что это правда. Почему ты так думаешь? Ну, потому что там много деревьев, и сейчас климат меняется, и поэтому, наверное, он родился такой. Итак, правильный ответ. Какой же? Такой, как ты сказал, потому что собака фермеров Сардинии и крестьяна мелочи 9 октября. Родила пятерых щенков, и один из них оказался зеленым. Малыша назвали фисташкой. Щенки зеленым мехом – крайне редкое явление. Скорее всего, шерсть приобрела такой цвет из-за контакта с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Поэтому счет становится 3-0, и я предлагаю, казалось бы, закончить эту игру, но нет, я еще успею отыграться. Канатка с похмелья заказала бургер без всего, и ей привезли только два пакетика кетчупа. Как ты думаешь, это правда? Подожди, сначала представь, как ты с похмелья просыпаешься. Хочешь съесть какую-то гадость, да, наверняка? Так, а можешь сейчас вопрос? Канатка с похмелья заказала бургер без всего. Ей привезли два пакетика кетчупа. Правда или ложь? А в каком городе? В Торонто, брат. А, значит, правда. Почему? Потому что у тебя дальше ответы написано, если его не было. Ты подсматриваешь? Нет, я просто догадался, я думал, что ты раньше воспользовался этой опцией. Ты и школу также заканчивал. Хорошо. Итак, я думаю, что это правда. Да, это правда. Канатка Кейт Пул решила побороть похмелье с помощью бургера из Макдональдса. Ну, как помнишь, это по твоему рецепту знаменитому. Да. Чтобы полегче стало. Пул заказала гамбургер без булочки, горчицы, лука, огурцов и котлеты. Бургер ей в итоге доставили, но все, что от него осталось, это кетчуп. И так как его не на что было намазать, в коробку просто положили два пакетика кетчупа. И все. При этом Пул заплатила за эти пакетики, как за полноценный бургер. И счет у нас 3-1. Хорошо, продолжаем. Давай, поехали. Пингвины-геи, мечтающие стать родителями, украли яйцо у пингвинов-лесбиянок. Так они поступают уже не в первый раз. Нет, я думаю, это неправда, брат. Это ложь. Ты уверен? Ну, да, я 100%. Если уже пингвины до этого дошли, брат, это будет. И счет становится. 2-3. Не может такого быть. Может быть, потому что пара пингвинов-геев из нидерландского зоопарка, которым очень хочется стать родителями, украла яйцо у пингвинов-лесбиянок. Это абсолютно честно, вот такая история произошла. Давай, следующий вопрос от тебя. Хорошо, но я думаю, ты знаешь, ты же у нас модный такой весь. Я думаю, ты там в инстаграме всю эту штуку знаешь. В общем, такая история. Блогеру из России надоело чинить его Мерседес за 13 миллионов рублей. За 13, понимаешь? Поэтому он ее сжег. Как думаешь, правда это или ложь? Я думаю, что это ложь. Почему? Можешь объяснить? Просто потому что цифры большие. Я думаю, что это ложь. Откуда у блогера 13 миллионов? А ты в ТикТоке есть? Нет. А ты? Ты же мне писал в директе. У меня нет твой телефон откуда-нибудь. Закинь на карту. Закинь на карту. Нет времени объяснять. Закинь на карту. Пожалуйста. На игре отдам. Нет. Счет ценовой 4.2 в мою пользу. Потому что это правда. Да. Блогер Михаил Литвин сжег свой Мерседес GT 63 S за 13 миллионов рублей. Ютубер приехал на Акуле. Именно так он называл свою машину. В поле облил ее горючей жидкостью и поджег. А потом уехал на Запорожце, которые толкали его друзья. В России в ближайшее время ведут 4-х дневную рабочую неделю. Совсем скоро выходных станет 3. Нет. Это ложь. Могу аргументировать? Не надо. Никому не интересны твои аргументы. Хорошо. Так что это правда или нет? Это ложь. Ты сейчас останусь 5-2. Может мы тогда все? Ну давай последний вопрос. Вдруг ты сейчас выйдешь. Нет. Вдруг я тебя хочу раскатать. Ну давай. В Омске на поимку ворующих конфет детей бросили вертолет, собак и спецназ. Как ты думаешь, правда? Что дети вот столько конфет могли украсть? Дверью. Ну ты все? Уверен твой окончательный ответ? Да, мой окончательный ответ. Это ложь. Но на самом деле эта история произошла знаешь где? В Канаде. Знаешь в каком городе? А ну-ка. Торонто. Оттуда откуда у нас Кейт Пул, собственно говоря. Это ее соседи были. Я сейчас вынужден обратиться к помощи Яниса. Бог Янис, приди мне на помощь сейчас. Надо как-то отыгрываться. В реке Оке, недалеко от Серпухова, ты там… Че я там? Рыбачил… Рыбаки выловили двухметрового крокодила. Испуганные мужчины вызвали полицию, а правоохранители в свою очередь были вынуждены прибегнуть к помощи дрессировщиков. И, конечно, позвонили братьям за башном. А Янис, чем тебе должен помочь? В этом… Он что, рыбак на крокодилов? Он просто должен тебя смутить тем, что у меня его фотография, а не твоя. Я думаю, что правда. Наверное, там какой-нибудь, может быть, цирк приезжал или зоопарк, и он как-то убежал туда, уплыл, и его поймали… Теперь я тебе скажу нет, брат. Это неправда, это ложь. Не может такого быть. Ну, точно. Это ложь. Хорошо, мой вопрос. Средняя температура на Земле поднимется на 10 градусов к 2030 году. Как ты думаешь? Неправда. Сто процентов неправда. На полтора градуса может, даже, может быть, на полградуса, но не… Но со всеми, что вот сейчас так природу загрязняют, пожары постоянно… Нет, ничего подобного. Да нет, ну, конечно, то что… Да, это ложь. Счет 64. Ты почему-то так точно сказал, что полтора градуса к 2030 году. Я читаю новости иногда. Как ты думаешь, какой месяц сейчас? Ну… Ну… Ноябрь? Нет. Это Мауэмбер. В смысле? Знаешь, что это значит? Нет. Помнишь, я на карантине на самоизоляции с усами сидел? Да, понял. Было очень забавно. Вот. Я предлагаю тебе сыграть в игру, представить, как наши игроки бы сейчас выглядели с усами. Так сказать, ретро ЦСКА, наверное. Отличная идея. Я согласен. В общем, играем мы с тобой в игру. Да. Сейчас… Расскажите правила. Давай. Это не то, это не коммент-аут. Ты сейчас начнешь там людям в Инстаграме гадости писать, там всякие задания делать. Переворчиваешь карточку, там, значит, игрок напечатан. Наш. И ты должен вот усы ему подобрать, чтобы было как-бы гармонично и симпатично. Опа. Янис. Так, он уже с усами. Так, давай попробуем ему какие-нибудь тогда подлиннее усы. Например, вот такие. Ну-ка. Опа. Ну, все равно, да, с бородой они как-то не очень сочетаются. Извини нас, Янис. Не обижайся. Янис, извини. Просто у тебя борода и ты Уилл. Но Уилл тоже, видишь, небольшая борода. А вот здесь ему точно пойдут вот эти. Давай, попробуй какие. Я думал, мы просто по очереди будем прикладывать. Но раз ты решил как бы все на себя... А ты-то всегда только эти будешь прикладывать, да? Да. Забавно, забавно, да, я понял. Ну, Уилл, да, наверное, как-то было бы интересно ему. Ну, вот какие-то усы выберешь. Выбирай. Вот этот можешь взять. Какие? Дельфини вот эти или акулии, что ли? Акулии? Ну, я не знаю, ну, блин, сложно, сложно. Ну, вот видишь, сейчас ты тоже выберешь одни какие-то, и будешь постоянно прикладывать. Да, по кругу, да. Ну, вот, наверное... Ты как шпарганку можешь выложить себе вот сюда? Да нет, вот, мне кажется, будет... А почему-то ты другой стороной стреляешь? Ну, потому что я, видишь, не один раз поначалу... Может, все-таки очки? Нет, вот, отлично. Вот, смотри, он прям такой вот. Давай следующий. Давай я первый. Так это... Плохо переворачивай. Ты что-то там стряхнул на метку. Ой, тут еще сложнее удар. Она вообще... Сложно. Ну, можно Даррену вот так вот... Такую вот монобровь, например, сделать, да? Вот это шикарно. Вот. Вот, смотри. И Риотов ТВ сразу. А, кстати, смотри. Похож, да? О! О, Йоханнес. Здесь мы сейчас оторвемся. Ты прости, но все-таки моя... Ты будешь, да, гнуть свою линию и продолжать? Гни свою линию. Эта группа какая пела? Это Сплин. Правильно. Вот. Саундтрек «Брату-2», так что ли? Ему хорошо. Вот реально хорошо. Пусть так и ходит. Мне кажется, будет устрашать соперника. Тогда я думаю... Ну, давай, какие-то возьмешь. Я, ну, какие-то должны быть такие вот... Вот эти, наверное, такие... Изящные. Угу. И на Октоберфест. Вот, вот, да? Сразу как-то... Вот. А он же как раз и немец. И Октоберфест. Все. Да. Ну, Октоберфест отменили в этом году. Ну, как бы, сходится, да? Они же еще... Ну, ты же, по-моему, в подъезде собрался с пацанами. Я-то собрался. У меня ничего не отменилось, как бы. Я свои три литра взял, как бы. Сто процентов. Джоэл. Джоэл. Вот Джоэл. Вот подойдут твои, вот я сто процентов. Думаю. Вот Джоэл, вот он прям создан, мне кажется, для этих усов. А. Не подойдет. Я тебе на прическу идем. Нет, тогда уж лучше челку, как у меня. А что, как у Нелета? А вот как у Нелета? Отрезал, да? Отрезал, да. Есть там? ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООот. Так, давай. Наконец-нибудь. Давай сделаем нормального мужика, сейчас это татуху тебе на плече. В виде поцелуева с мужскими усами. Да! Смотрите, с татухой хорошо. Да, спасибо. Так, сейчас я тебе набью остальные еще, ну, чтобы у тебя все руки были в татухах. ну подожди у меня уже подожди да нет тех круто внутри вот эти надо смотри как ты сразу устрашающе выглядишь вот эти надо положить это будет очень хорошо вот-вот просто смотри ломата прости комдив котов из утомленое солнце михалков это михалков из утомленного солнца посмотри просто кому-то похож про михалку согласись это уже даже не буду просто мужик хорошо давай вот уже давай ставим лопата вот так и ходи прикиньте такие вырастут мучают вена и раньше не наблюдал вену у андрея не наблюдал а когда-то у него искал вену при каких обстоятельствах ну когда он сидит на банке что всегда на нее такую вену на руки а ты все хочешь вену я оказался в шоу-бизнесе сильная вена что андрей сильный сам по себе это правда сильный перспективный молодой человек давай хама хаме только бровь надо стопроцентно как ты делал а мне бровь нет стой как сальвадор дали да смотри согласен ванька ну ванька это эксперимент все понятно жесткий такой мужик да вот эти кусок ну либо ему вот этих тусов вот моршал да да как можно вот типа чего то я я все льгам скачев уже киту все супер чего по секундчики нужны кстати что такое по секундочку песеночек не знаю ну году очек подожди по секундчик по секундочку по секундочку это не исходить по песке нет это я по секундчик сбегу это типа как то есть за секунду хорошая вероят Ну нет, попробуй еще угадать. Это съедобное, давай. Это еще съедобное? И типа чмак ел? Нет. Все, давай следующий раз. И по секундчик не пил. Твои кулинарные эти. Дани, Дани, да. Видишь, как у него татухи уже ему не надо дорисовывать. Видишь, у него не вена, да, у него татухи. А ты все время вот эту всем прикладываешь? Нет, это другие уже. Дани итальянец. У него должно быть что-то итальянское такое. Дани индеец. Почему он индеец? Индеец был Рон Бейкер. Да? Да, вообще-то. Коренной житель. Давай дальше тогда. Я понял. Димитрис, Итудис. Я не рискну коуча делать, а вот ты делай. Ну давай. Я не буду тоже это делать. Почему это делать? Потому что не надо. Если ты приделаешь тренеру. Да выйдешь ты в третьей игре. Давай, нормально сделай. Нет, я не буду участвовать в этом мародерстве, так сказать. Ты так выбирай. Ну, я не знаю. Но можно, наверное, какие-нибудь вот... Не знаю. Димитрис, ей Бог это делает он. Я не буду, нет. Можешь тебя называть трусом, но нет. Ну, все. Тогда я закончу эту рубрику. Вот такими. У нас же играет через несколько дней, это все. Вот такими усами. Вот. Ну и кто тебе больше всех понравился? Я за лопату. Лопата, конечно. Лопата больше всех, да? Конечно, лопата. Конечно. Он ничего не скажет. Ну и вена. И вена. И вена, что вот, да, тебя больше... Впечатлило, конечно. Безумно, да? Да. Такой Вене в 90-е все мечтали. Сэмин. Мы смогли провести с самого начала много времени вместе и узнать друг друга получше. Несколько раз ходили все вместе в ресторан, вырабатывали командную химию, узнавали друг друга получше. Но это нормальная ситуация. А кто платил в ресторане? Это всегда, это самый главный вопрос. Я всегда спрашиваю перед тем, как мы идем, чтобы потом не было всяких, знаешь, я кошелек забыл в машине. А бывает такое? Да, я тебе на карту переведу, вот это знаешь, как бы это нет, как бы все... Это лопатин, да, наверное, так себя ведет? Не, он в этот момент как бы пописать уходит, мол, я типа руки помыть надо, сейчас руки мыть, там, дистанцию, все. А потом уже все, типа, а все, ну ладно, я потом отдам. Нет, понятно, что один раз Майк нас пригласил на свой день рождения, и он как бы оплачивал. Макдональдс, как ты, в Киевсе, он больше в Киевсе, он из Кентукки, он как бы... А ты-то как пережил? Нормально, а чего там взял? Ну да, не первый раз. Как там, как бокстер какой-то заказал? Вот ты родим. Это в Бургер Кинге. А, извините. Я знаю, ты меня можешь не проверять. Один раз Майк платил, потом пару раз, по-моему, скидывались. Ну, за исключением, конечно, молодых ребят, Андрея Лопатина, Саша Хоменко, там, вот Юра Умрихин сейчас с нами тренируется очень часто. Шашков, Ершов, вот ребята все перспективные, кто со второй команды, они много времени проводят с нами, и мы как бы, ну, тоже приглашаем их с собой. Ну, это нормальная ситуация, как бы, как учили нас, наши старшие ребята, когда мы были молодыми игроками, то есть это нормальная ситуация. Не знаю, как у вас там принято, вот, в спортивном мире, вот так, в баскетбольном. А Тока съел 25 хинкалей, как обещал? Ты знаешь, самое обидное, что я на тот момент заболел, у них же с Курби в один день день рождения. Точно, да. И они, как бы, такую устроили, можно сказать, пирушку вдвоем и пошли в грузинский ресторан. В грузинскую? Тока где-то в интервью у него спросили, что он может там, ну, он примерно, мне кажется, сказал 25, он сказал, что он никогда не пробовал. Мне кажется, грузинская кухня настолько вкусная, что не нужно заострять внимание только на хинкалях, чтобы там есть много чего попробовать. Но нужно себя контролировать, потому что обязательно на следующий день тренировка. Аджика может Лопатин, Ухов в последних играх очень сильно прибавили. Можно было смотреть по играм и Евролиге, и можно посмотреть поединок Лиги ВТБ. Вот когда недавно Лопат набрал много очков, когда Ухов, абсолютно верно, когда Ухов забил 5 трехочковых. Против Енисея. Абсолютно верно. Что говорили ребята команды, не тренер, что говорили ребят, как поздравляли, было ли у них как-то простава после этого? Ну все ребята молодцы, а какие-то проставы. Но у нас есть проставы, когда кто-то набирает 100 очков в матче, тогда он приносит пончики в раздевалку. Вот последний, по-моему, мне кажется, Лопата забил. Да, 101. Да, он приносил пончики, да. В зависимости, если у кого-то день рождения, то мы как бы составляем график, что если у тебя сегодня день рождения, то есть ты приносишь что-то там сладкое, фрукты. Если у нас нет возможности сходить в ресторан, то мы потом в раздевалке кушаем после тренировки. А драки были в раздевалке у вас? Ты видел за свою историю баскетбол? Нет, приме такого нет. Никогда не разнимал? Я разнимал на тренировках, один раз разнимал, получил случайно. А они, чтобы никто никого не сказал больше не разнимать. А кто с кем дрался? Вадим Панин и Драмир Зибиров. Я тогда в Нижнем Новгороде выступал. Что-то они сцепились на тренировке слово за слово. Я как бы хотел, чтобы погасить пламя. Пламя огня, как пел Басков. Он пел? Конечно. Я не знаю. А, Дикий огонь он пел. Погаси этот дикий огонь, этот дикий огонь. Ты что, не помнишь? Ты же просил мне билеты на Басков на концерт. Зачем ты рассказал? А это она у тебя на губке стоит, я же тебе звонила. Я не угадал просто. Да, ты влюбился. Да, я начал разнимать ребят и как бы совершенно случайно, получается, стал... Почему мы второй раз сегодня вспоминаем Панина? Ты же просил, чтобы напомнить. Проводить конкурсный, он же твой сокурсник, однокурсник, как это называется. Одноклубник. Одноклубник? Одноклубник. Где, в гараже или в кармабаре? Мы же выиграли вместе в Российском университете Дружба народа в зофилологический факультет. Ну и в конце концов хочется подвести итоги этого эфира, спросить, насколько тебе было комфортно, потому что ты теперь новый ведущий, ты теперь человек, который будет дуть в этот корабль, чтобы он плыл далеко-далеко и надолго, как говорится. Мне понравилось, на самом деле, я думал, что будет хуже, было страшно перед тем, как ехать к тебе, к гиганту все-таки, не знаю... Гиганту чего? Гиганту шоу-бизнеса, я не знал, как кинематографа не стал уж, конечно, тебя называть, потому что есть более серьезные люди. Ну да, там же ты снимался, а не... Серьезные люди, да. Вот. Но нет, все равно мне понравилось, и я надеюсь, что мы будем продолжать делать «Армейцы молодцы». Дорогие болельщики, приходите на наши матчи, пока есть такая возможность, и если вдруг что-то случится и будет ограниченный доступ, то болейте за нас у экранов, у планшетов и смотрите все наши передачи, да? Да, а я все-таки хочу отметить другой важный момент, что раньше, чем мы стали снимать эту программу, ты уже знал, что станешь ее ведущим. Ведь фраза «Армейцы молодцы» принадлежит именно тебе. Армейцы. Молодцы. Да, я думаю, что мне нужно ее запатентовать, пока это не стало мейнстримом. Друзья, следите за нашими эфирами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, бубенчики, что там нужно ставить, и все будет круто. Уважаемые болельщики, надеюсь, вам понравилось. Болейте за нас, приходите на наши матчи и помните. Армейцы. Молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова